Ребята, приветствую! Мой позывной душный. Мы сейчас находимся на передке. Передаю искреннее спасибо всем людям, которые не пожалел своих собственных денег. Наплевать, рубль это, тысяча это рублей. Любая сумма, которая пошла сюда, особенно от вот этих ребят, которые ее довезли. Честно скажу, это первые люди, которые доехали за три месяца. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из поездки на СВО. Она в этот раз у нас довольно-таки жесткая, потому что перед выездом было сказано о том, что туда были прилеты. Едем мы на вот такой машине. И с нами еще буханочка. Сейчас мы ее вам покажем. Мы подъехали, чтобы заправить побольше бездечка и подготовиться к дальней поездке, чтобы нас уже ничего не отвлекало. Мы сейчас стоим перед Крымским мостом на Лукоиле. Я хочу от души поблагодарить всех тех людей, которые вообще, в принципе, участвовали у нас в сборах. Спасибо вам, ребят, за все ваши денежные переводы. А также с нами Амазас. Это наш депутат и руководитель нашего движения «Время помогать людям». Расскажи, пожалуйста, кто еще нам помог, чтобы мы никого не забыли и всех поблагодарили. Сегодня мы собрали целых две машины. Одна из них – это ВАЗ типа Буханка, другая – ВАЗ Патриот. И вот она подъехала. Посмотрите, какая красавица. К нам помогли движения «Время помогать людям». Центр армянской национальной культуры имени Николая Романовича Испириана. ЖК «Красная площадь» участвовал в сборе. Время быть вместе. К нам присоединяется все больше людей со своими. Для того, чтобы мы могли больше вместе помогать нашим ребятам. Это, я считаю, очень эффективно. Мы, считайте, за день сегодня загрузили целые две машины. А вчера ребята субсекские скинулись и купили этот ВАЗ, который мы сегодня и передадим на СВО нашим ребятам, чтобы могли они передвигаться, перевозить с одной дислокации на другую все свои. Мы сейчас доливаем бензин, чтобы у нас был с собой запасной по канистрам, все, которые есть. Это вот тот самый ОАЗик. На нем военные мосты стоят, и поэтому он очень не может быстро передвигаться. Но, в принципе, я думаю, что все будет с ним хорошо. Вы можете увидеть, что вот он гуманитаркой забит просто под завязочку. Ну, мы с нашей машиной, которую вы видели, там, может, в видеосюжете небольшом, была тоже поставка, и мы загружали. Ну, я думаю, присветим, и потом все покажем, как это выглядит и что есть. Куда мы едем, да? У нас есть Владимир. У него сын находится там. И мы вот к его сыну в часть двигаемся как раз-таки для того, чтобы ребятам помочь. Ну, крутая тема, я думаю, что ребятам как раз-таки для передвижения будет прям самое то. Сейчас мы вообще будем двигаться на Перекоп. Это такой пограничный пункт в сторону Армянска. Но для начала будем проходить досмотр на Крымском мосту, как это сейчас происходит. То есть у нас огромное количество всего. Хотим, чтобы не разгружаться, прогнать машины через рентген. Форма, как и просили, благодаря Амазазбу у меня такая вот эта. Он меня приодел. Читаю ваши комментарии о том, что куртка моя не подходит. Ну, что есть, то есть, ребят. Большой размер и как бы что-то подобрать, это прям вообще очень тяжело. Канистр становится все больше. Бензин это очень важная, нужная тема там. Думаю, это может дать закинуться до утра. То есть, ребят, видите, стоят машинки на рентген, именно грузовые теперь. И их тут большое количество. Так, будем проезжать еще пока. Большой вопрос. Мы на посту перед Крымским мостом. Стали в очередь на досмотр. Она большущая. Я не знаю, сколько по времени тут будет. Ну, засечем. Машинки вот с правой стороны порционно легковые запускают. Но даже вот ночью уже 3-4 минуты. Да. То есть, уже час стоим мы точно. И прошло там совсем немного машин грузовых через досмотр. Легковые вот сейчас прям поехали что-то. До этого прям 2-3 машинки и плечевой промежуток. Для того, чтобы пройти контроль, нам понадобилось 4 часа. Это при том, что нас пропустили как гуманитарку. Мы стали сразу в очередь. В первую. Это жуть просто. Только-только наша машинка выезжает оттуда. На Крымский мост. 4 часа. Сейчас 5 утра. Мы приехали сюда в час. Приближаемся к тому месту, где подрыв грузовика. Уже надвинутые все пролеты. Идет ремонт днем и ночью. В СЖД можно ориентироваться. Крестке где-то все происходило. Видите, сварочные работы идут. Буквально на днях только надвинули последние пролеты. Смотрите. Еще страшно вообще выглядит. Ужас. Видите, перекрытое еще движение. Но, в принципе, с таким интенсивным нам ничего не мешает. Крымский мост стоял, стоит и стоять будет. Крымский мост. Я больше в Крым до этого пока в ближайшее время не поеду. Потому что я монал в этих пробках стоять. Но выглядит это восхитительно просто. Арочки. Цвет российского флага. Подсветка. Мантастика. Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас уже с территории Крыма. Мы немножечко поспали. Сейчас с вами наблюдаем великолепный рассвет. Остановились на ночевку. Не планировали. Потому что у нас начало всех вырубать. Хотелось уже очень сильно спать. Из-за того, что мы почти много времени провели на пункте досмотра. Так мы, конечно, уже подъезжали к месту нашего назначения. Но, как говорится, лучше не спешить, а то успеешь. В общем, наша команда потихонечку готова отправляться. У нас тачку уехала. Все отлично, догоним. Мы идем за самсой, ребята. Утро. Поселок. Я не знаю, здесь он самсу рыбку продает, ребята. А вот там есть самса. Это вообще, в принципе, рыночек. Самса класть стоит 20 рублей. Тут хамсичка продается. Как красиво. Там хамса, а тут самса. Тема, что это прикольная, ребята. Вот так вот, бац, приехал, все, самса продаешь. Почем хамса-то? 200 рублей хамсичка. Вот дешевле, чем у нас в Анапе. А как? Карп 250. Улица самса. Это острая. С говядиной очень вкусная векла. Видите, ребята, домик подключен к газу. Но обратите внимание, что ко всем даже заброшенным домам стоят такие столбы по всему поселку. То есть Россия притянула сюда газ и дала людям выбор. Хотите, подключайтесь. Хотите, не подключайтесь. Но труба у вас возле дома стоит. Блин, вот у нас, видите, люди там пытаются добиться этого газа местами. Наконец-то он там где-то там приходит. Вот здесь даже вот на углах. Видите, где-то далеко. Саманные разваливающиеся домики. К нему газ подвели по всей той улице. Вот так вот. Это Крым. Где-то возле Херсонской области. Владиславовка называется. Вселесообразность вот этого газа подведения была минимальна. Там весь поселок, который мы ехали, там 2 или 3 дома было только подключено. Все остальные просто выводы под газ. Время половине первого подходит. А мы добрались только до села Угоинка. Это Крым. И нам остается 160 километров еще до Херсона. Я на самом деле очень удивлен. Никогда не был в этой части Крыма. Сколько здесь полей, сколько здесь озер, рек, там все остального. Вот, рек немного, водоемов много довольно-таки. Разных каналов растительных. И вообще огромные поселки. Местами кладут новые асфальты. Потому что проезжали асфальтовые заводы. Какой-то, знаете, маленький хутор даже назвал. И там такие шикарные благоустройства делают Россия. Площадки детские. Даже немножко обидно стало, что у нас этого нет. И хотелось бы, чтобы у нас бы тоже в таких же объемах все это появлялось. Ну, а так солнышко светит. У нас за бортом плюс 11 градусов. И мы двигаемся. Еще хотел отметить, что огромное количество именно с той стороны едет военных большегрузов. Все наши, кстати, спят. Сонное царство. Ребятки-ценики на мясо Красный Перекопск. Семь рыбодумами решили, ребятам будет приятно, если мы привезем с собой мясо вместе от ужина. Отзавтракаем. Там бы просто... Отзавтракаем. Там просто больше ничего нет. Там лес. Сторону Индейка. Место, кстати, называется Красный Перекопск. Стоим сейчас на светофор. Нам надо найти сим-карты. А вдруг повезет. У нас будет интернет. Прямо на передовой. Просто... Сколько тут техники. Сколько ракет поехало в Херсонскую область. Конечно, там фантастика. Прямо душа трепещет. 20 килограмм мяса взяли. Я думаю, что ребята будут сверхдовольны. Сейчас приехали здесь. Вот видите. А мобайл Мазас посмотрел. Там нету. Это рынок. Красный Перекопск. Тут такая движуха прям идет. Я все выяснил. Нам нужны белые сим-карты. Обычный такой рыночек. О, это большое. Им-то нам белые сим-карты надо найти. Мясо разнообразное. Выбор здесь прям хороший. По 350, по 280. Красота. Вот, слышали, лопатка 350, ребрышка 350. Цены, кстати, поинтереснее, чем мы купили. Блин, знали, что на рынок поедем. Мазас пришел, блин. Мерить шапочки. Надо утепляться. А года нынче. Прохладно, по 300 рублей. А Мазас нашел колбасу. На роту. Колбаса на роту. Нет, на роту не хватит, но... Нам отряд. На отряд, да. Отрядное. Это еще нам перекусить чуть-чуть. Ящик доширака. По чем она вообще? Вот это колбаса вышла 1372 рубля. Колбаса называется базука. Да, 1300 вышел доширак. И колбаса к нему примерно так же. Синенький на хлеб, полиненький. А вот нам, да. К этой колбаске есть хлеб? Надо бутерброд. Бутерброд будем делать. Армейский бутерброд. Ну, мы купили вот сочник, попробуем. Восемь картин? Белый есть? Такий развал. Яблоки по 40, ценники. И красота. Тут даже есть специально обученные люди, которые держат раки, чтобы они не падали. Это новый вид бизнеса, да. У Юры с юмора вообще отлично. Просто 5 плюсов. Шутки по 500. Гручи, помидоры. Что нам надо взять? Ничего, ничего. Суточка помидорки, кресюры. Суточка красивая. Вот, смотрите, есть с этой стороны по 130 огурцов. 90 помидоров по 100 рублей. Вкусные? Если бы не надо было, я бы сама сделаю. О, как бы. Бомбовские, вот они. А это бомбовские? Да, это бомбовские. Все, бери. Дайте нам бомбовских. Вот этих? Да. Сколько? Коробки. Коробки? В смысле все, да. Ну, что вы будете ставить ножом? Откуда же я знаю? Хурма в подарок один штучек, давайте. Возьмите любую. Вот это у нас тут. Ящик огурцов. В общем, это подарок, да. Самый сморщенный, да? Она любит сморщенную. Просто пушка. Ящик яблок еще берем с собой. Это ценненький, конечно, прям огонь. 35-55. На то, что за 100 рублей продали целую коробку яблок. Ты такой веришь? Я в шоке. Также в шоке. Я рад, что такие люди в этом мире есть. Поселок прекрасный. Особенно подарочный. Последняя коробка яблок прям вообще зашла. Вот он и люди, которые живут. Человек просто услышал, что мы не себе покупаем, а солдатам. Вот это уже въезд в Армянск, ребят. Здесь же блокпосты. Памятник Великой Отечественной войне. Осталось нам совсем немножко покидать Крым. Памятник, конечно, честно, прям страшновасненько. Прязная обстановка. Очень много военной техники. Это что-то типа минирования дороги. Это линия обороны, о которой говорил Аксенов. Не знаю, насколько опасно то, что там лежит внутри этих ящиков. С левой стороны там окопы, зоты. Созывается все жучее, жучее, жучее. Справа коровы. Пойдется впереди пункт досмотра. Мы все заняли свои места. Там стоят ветряки, но ни один из них не крутится, хотя ветер небольшой присутствует. Заехали в зону СО. Наша команда, машина вторая сзади. Пропустили нас нормально, досмотрели полностью все. Четко отработали ребята. Ребятам привет. Спасибо большое за вашу работу. Тоже опасно и трудно. И теперь мы находимся в зоне военных действий. То есть теперь под каждым кустом здесь может нас подвергать такая опасность. Тушим телефончики все абсолютно, чтобы чувствоваться немножко более безопасно. И по нашим данным не прилетели подарки. Как я вам говорил, навстречу к нам едет огромное количество военных разнообразных фул. Причем здесь, видите, они что-то туда привозили, наверное, нужное нашим солдатам. Ну и сейчас покидают уже зону военных действий и едут за новыми коррозами. Их здесь очень много. Единственное, что печально, что сразу за вторым уже блокпостом тут начинается прям убитая дорога. И я так понимаю, что в районе 40 километров будет именно такая вот шатаная. Показать участок дорожки. Здесь это прям идеальный асфальт, по которому можно тоже немножко разогнаться. Там мы едем со скоростью 70, можем позволить себе даже 80. Это прям счастье. Там вот ребята сзади щелкают семочки, прям как в кинозале, да? Хорошее видео. Есть, конечно. Проезжаем каналы. Каналы, кстати, большинство почему-то пустые стоят. Неужели водичка не поступает в сторону Крыма? Да, и здесь, в принципе, мы уже находимся на материке. Каналы, холодной тоже нет. Только что поехали, просто-таки, один из постов, который находился на канале. Один из населенных пунктов. Впереди и сзади у нас движение военных колонн идет. Здесь мы только что увидели заправку, которая была немножечко, так сказать, пострадавшей. И кажется, что здесь, кроме военных, в этом населенном пункте никого и нет. Подзаправляемся немножечко. Что-то нашу буханку очень много бедичка хавает. Заправляем ее, она вот бить. Ну, что, ну, самое главное, чтобы она делала то, что делает. Мы уже на ней проехали больше 700 километров. Причем она груженная. И, в принципе, она выдерживает это самое главное. Причем, смотрите, здесь идут зерновозы. Говорят, очень хороший бизнес. С этой стороны покупают зерно рубля по два с половиной, а у нас продают по семь рублей за килограмм. Я не знаю, услышать или нет, уже три подряд взрыва. Вроде бы все, тишина. Три подряд. Туф, буф, буф. Прилеты. Как-то не по себе становится. Вот бензовозы, прям пошли колонны. Вот так выглядят блокпосты в многих дорогах. Для полноты картины у нас за окошком пошел дождь. Что мы прочувствовали полностью все прелести территории, на которой идет война. Нам придется там ночевать. Зато вы все увидите, как есть. Не знаю, конечно, что это, но кадры, конечно, просто жуткие. Разорванный металл. Просто даже невозможно определить, что за техникой здесь была. Жесть. С другой стороны еще одна техника. То же самое, выведенная из строя. К ней даже опасно подходить, потому что рядом могут быть какие-то неразорвавшиеся боеприпасы. Это может привести к очень печальным последствиям. Очередной блокпост впереди. Сейчас приезжали в очень такое печальное место. Прямо куска дороги нету. Походу был огромный прилет. И там стоял уже камень. Видно, что свежий. Как обелиски. И возле него были пинки, возложенные цветы. Вечная память ребятам, которые не вернутся отсюда. На территориях готовятся противотанковые ровы. И вот такие вот противотанковые заграждения. Вот выглядит противотанковый ров. Дождь и трасса. Причем хорошая свадьба. Как самое главное, дорогие друзья, мы живы. Мы добрались. Мы находимся на самой передовой. Спасибо ребятам за встречу. Это очень хорошо, что мы все-таки до них приехали. По заказу, ребят, это вам вот кальматорные пицелы. Спасибо огромное. Вам желаю удачи. Поскорее вернуться домой с победой. Целыми, здоровыми. Спасибо. Это вот дождевики. У нас еще две машины. Все их позитивы, которые вы заказывали. Уже завтра с утра тогда выгрузим. Мы, наконец-то, добрались. Завтра утром, в общем, выгружаемся. Торжественно вручаю. Товар, вот защиту. Аптечка. От наших субцесских ребят. Нарайра Артушевича. Ваших близких, не безразличных анапчан. Вот тепловизор. Спасибо. Знаете, да, как об него греться? Так, конечно. Разберемся. Все получили. За все спасибо. Победа за нами. Это еще не все, что мы привезли. Андрей Нестеров передал спальники, сигареты. Буквально на ходу нам передал, что закинул машину. Так что, тоже вот ребята все вас любят, ценят, поддерживают. Андрею Нестерову отдельный привет. Адербенту до Анапы, наша территория до. Дорогие друзья, мы 18 часов добирались практически до наших ребят. Это сейчас передовая линия. Мы находимся на берегу Днепра. Только что ушел наряд ребят на боевое дежурство. У нас всю ночь, пока мы здесь находились, были прилеты. Это прям очень страшно было. Я думаю, что вот сейчас можно ставить вот кусочек, если я его нигде не потеряю. Как мы ночью нас подняли, была боевая тревога. И мы в подвале отсиживались несколько часов ожидания. Закончились обстрелы ракетами, минометными снарядами. Я не сильно в них разбираюсь. Но ощущения, конечно, жуткие. Больше всего меня радует позитив ребят. Говорят, сейчас будет доброе утро. Ну и что за доброе утро такое? Какое-то причем происходило на самом-самом рассвете. Прилет минометного снаряда. Доброе утро. Это ни с чем не сравнимо. Оцените, как сейчас у вас начинается утро. Прям нереально. Чашечка кофе под взрывы на том берегу. Это хорошо, что есть возможность чашечки кофе. Кстати, все это только в ваших руках помочь ребятам, чтобы была такая возможность. У меня прям жуткий диссонанс. С одной стороны, все ребята молодые. И тут вот с кем я только общался. Максимальный возраст 30 лет. Все остальные от 22. Сейчас самозас поделится своими причинами. Просто была птичка. Они летают здесь, приносят снаряды, скидывают. И нам сказали, надо было отойти. На самом деле, вот даже снять это видео для нас это не так просто. Потому что это реально риски. Ты чувствуешь, здесь никак не сравниться с тем, когда ты находишься в Анапе. Самое тяжелое, когда ты едешь сюда, это обнять своих близких. Ты понимаешь, что ты рискуешь. А тут ребята каждый день так рискуют. И вы знаете, когда ты тут находишься, ты просто уже отключаешь вот этот страх. И ты понимаешь, что не происходило на все воле Божьей. Естественно, надо слушать старших по званию, которые уже более опытные, чтобы здесь выжить. Постоянно какие-то взрывы, постоянно что-то прилетает, откуда-то вылетает. Ты не можешь понять, летит на тебя это или наши стреляют, или тот берег. Но ребята, которые здесь уже давно, они нам рассказывали. Так, это не бойтесь, это наши, туда приветы посылают. Ночью сегодня нас просто резко всех подняли, спустили в подвалы. Мы здесь несколько часов отсиделись в подвале. Когда затихло, уже мы вернулись спать. Спать здесь долго не получается. В 7 утра полетели привет и чает доброе утро. Ты понимаешь, что это утро тоже может быть для тебя последним. И как-то ты по-другому все ценить начинаешь. Поэтому эти ощущения, когда ты здесь находишься, они с чем не сравнимы. Сегодня разгрузим машины, ребятам все передадим. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, кто помог собрать помощь гуманитарную, чтобы мы передали нашим ребятам. И поймите, они каждую секунду рискуют своими жизнями. Поэтому давайте делать так, чтобы они здесь ни в чем не нуждались, могли полноценно выполнять свой долг. Для вас, кто находится с той стороны, смотрит нас пару слов. Ребята, приветствую. Мой позывной душный. Мы сейчас находимся на передке. Передаю искреннее спасибо всем людям, которые не пожалел своих собственных денег. Наплевать, рубль это, тысяча это рублей. Любая сумма, которая пошла сюда, особенно от вот этих ребят, которые ее довезли. Честно скажу, это первые люди, которые доехали за 3 месяца. Я сам передка с той части Днепра. Ну, честно говоря, из 3 месяцев, 2,5, я был в блиндаже на самом передке. Много чего не хватало. Мне 22 года. Я выпустился 3 месяца назад с московского училища, кремлевского нашего. Сам родом с Челябинска. 9 месяцев от роду я уже был. В Армении, в Гюмри. И оттуда Москва, потом Чечня, потом Камышин. Ну и опять в Москву уже получать звезды лейтенантские. В четвертом поколении офицер потомственный. Моя искренняя благодарность всем тем, кто, несмотря на свои гражданские трудности, заботится о нас, думает о нас, поддерживает. Даже бывает есть возможность выйти в интернет и огромный всплеск эмоций меня будоражит, когда я вижу любую роду поддержку. А когда вот эти ребята приезжают сюда, у меня просто открывается рот на ширину берца. Я думаю, нихрена себе. Какие люди. Представляете, они не побоялись, даже не обстрелянные, приехать сюда на самый передок. А здесь постоянно арт-обстрел. Птички летают, мавики третьи скидывают, воги, гранаты. У нас уже есть потери. Что ж поделать? Ну, они и до этого были. Но не будем о плохом. Победа будет за нами, я так считаю. Берегите себя, своих близких. Всего вам хорошего. Спасибо вам за то, что вы делаете. За ту самоотверженность. Когда мы приехали, мы своими глазами увидели, что происходит. Одна из целей нашего сегодняшнего приезда, именно чтобы люди по ту сторону камеры поняли, что война, она идет, она близко. И ребятам необходима помощь. И мы будем делать все, чтобы ее сюда привозить. По возможности, конечно, будем лично передавать из рук в руки. Спасибо вам за все. И вам тоже. И вам, ребята, кто с той стороны глядит, вы должны понимать, вот как он сказал, что неважно, есть у вас рубль, или вы просто можете оставить свое слово, где бы то ни было, в поддержку наших ребят. Это важно, это трогает, и это мотивирует. Спасибо большое каждому, кто неравнодушен, не проходит мимо, и кто поддерживает, чем бы то ни было. Спасибо. Ребята, прилет ракеты. Градус. Снос забора. Здесь посекло осколками непосредственно забор, сам выбило окна. Жутко. Скажи вообще про тех людей, которые не эвакуировались, остались в поселке. Как вообще контактируете, мешают они вам или нет? В любом стадии есть вот эта черненькая овечка, которая все портит. По большей части народ испуганный был, особенно когда мы приехали. Но мы лично от себя гуманитарную помощь проводили, конкретно вода, еда, помогали чем могли. Многодетные семьи эвакуировали, которые сами не могли выходить. Обычная жизнь возле Днепра, Ангороды. У меня не было особого опыта работы в таком спектре с гражданскими. А потом, где-то на третий день, мы начали наблюдать картину Репина. Радиообмен, световой обмен. Ну, морзянка. Мы вчера наблюдали, как окнами перемигиваются с тем берегом, и отвечают причем. Да, перемигивание. Пытались проникнуть на склад с боеприпасами. Местные жители? Да. Ну, местные. А может, подготовленные. У меня опыта контрразведки, можно сказать, ноль. Только то, что сам учил, сам как-то обдумывал. Ну, мы все это коллективно принимали решение. Секреты выставляли, отлавливать пытались. Вот. У соседей, у соседей поймали радиотелефониста, он в люке прятался. Жуть. Ну, просто увидели, что в какой-то момент люк тот приоткрывается, тот закрывается. А здесь, как бы, можно сказать, никто не работает. Ну, и вечерком залезли, смотрят. Там тоже эта картина. Фон. Рации. Банки-тушенки. Есть сообщение о том, что после прилета по одному из зданий, в котором находились бойцы, то есть местные жители, растащили оттуда оружие. Да, было такое, было. Ну, скажем так, было там подразделение. Не говори только какое, чего. А я не говорю. Чтобы не привязать место. Понятное дело. Вот. И от всего подразделения осталось только два магазина. То есть, мы предполагаем, что местные жители, которые настроены к нам отрицательно вооружены. Вооружены и опасны. Поэтому приходится и пришлось организовать комендантский час. Местное население, вообще, как обеспечено здесь там воду, электричество, еда, подвозы, магазины работают? Все ли нормально в этом плане? Ну, я скажу так, все максимально отрицательно и негативно. Мы сейчас выбираемся с тех передовых позиций, едем на другие передовые позиции. Вот как раз-таки попадание ракеты Хаймарс. Здание разрушено практически полностью. Такие прям жуткие кадры, которые себе даже трудно вообразить. После попадания местное население отсюда разграбило, так сказать, позиции полностью. И поэтому вот как раз-таки рассказывает о том, что у местного населения есть оружие. Сидим, ребятки мы. Прямо по берегу Днепра. Здесь довольно-таки узкое место. И в каждую секунду может прилететь привет. Наши ребята здесь пооборудовали позиции для того, чтобы вести защиту этих берегов. И мы двигаемся как раз-таки на один из укрепрайонов, которые как раз-таки доставляем вам не так на помощь. То есть вот он. 20 метров и Днепр. Сейчас, ребята, мы посмотрим с вами одну из позиций наших пацанов, которые у них есть возможность там укрыться. То есть мы закопали вот такой вот контейнер внутри. Укреплен как раз-таки вот такими брусьями. То есть уже был настил. Настил, сами вверху сами делали. То есть чтобы вы понимали, как ребята на счет, то есть это просто... Сколько человек здесь пит? 13. То есть 13 бойцов здесь. По-моему, кто там наряде. А это вещи, да, для хранения? бронежилет. А у вас броники тенденция, что там не хватает или только одного нету, потому что размеры. потому что размеры маленькие не привезли. А не двойку привезли. То есть там надо больше печь, чтобы подогреться. Кажется, что смогли, раздобыли, делать. Ну ничего, привезли вам хорошие печки. Ну в принципе, это я смотрю свою функцию. Ох, за прилетом дойдет. Вот мы, ребята, приехали на место, доставили нашим пацанам гуманитарку. Всем участникам спасибо. Есть контакты. Это типичные позиции наших ребят. Вот тут в двух метрах уже сам Днепр. И с них они ведут наблюдение за безопасностью. Одна соседняя справа. Сейчас мы немножко прячемся от дождя. Наблюдаем с вами именно то место, в котором ребята себе приготовление пищи производят. Они жалуются на отсутствие полевой кухни и то, что им приходится так вот готовить. Потому что видят, что в некоторых других подразделениях как раз таки присутствует именно полевая кухня. и они могут готовиться в более комфортных условиях. Но ребята не сдаются. Они приготовили сами себе такой вот типичный навес. Установили ямку для костра и на ней приготовление пищи себе производят. Мы видим, что котелки. прошу, присоединяйтесь. Здесь очень-очень холодно. Просто особенно как мы приехали из тепла и уюта так сказать из своих городов. Здесь ребята постоянно находятся вот именно в таких условиях. То есть хорошо, что есть место, где можно переночевать. Но в основном весь быт и все время они проводят именно на улице вот в таких вот условиях. Вещи свои они складируют. Ну, то же самое. Видите, сделали настил и просто под клеенкой, чтобы спасти от дождя. Это вот как раз таки все личные вещи. Рядочком с ними опять-таки находятся еще позиции. Это тип такой, как знаете вьетнамский что ли. То есть сооружение нора для одного человека, в котором он может как раз таки находиться и вести защиту берега. Друзья, мы сейчас с вами видим соседние позиции, которые вот в таком формате оборудованы. Ребята нету даже к большому сожалению, чем накрыть себе сверху, сделать крышу. Вот одна плащ-палатка в принципе и все. В качестве очага используется бочка, просто на ней ставится котелок и приготовление происходит пища. Мы можем увидеть, что прямо здесь сейчас начистили картофель и готовы для того, чтобы приготовить себе суп или какой-нибудь рагу. Культура, то, что ребята весь мусор собирают в кучку, чтобы его не разбрасывать везде, чтобы было даже здесь у них как дома все чистенько и убрано. Здесь мы можем увидеть, как плещется вода. Это уже позиция непосредственно с пулеметом. Он сейчас накрыт от дождя за берегом. То есть вот она, береговая линия. Если мы туда выйдем, она нам сразу же прилетит. Стреляют здесь постоянно. Это у моей работает женщина, которая помогла тем, что она сидела и вязала нам всем на скитюк. Раздаю, да, у кого нет. Да. Всех не показываю, ребят стоит много, просто без балков. Покажу позицию, ребята, такой вот небольшой брусс и один человек за вчерашний день ее подготовил. Нора для одного человека, укрытие, чтобы, если что, спрятаться. О, слушай, опять огонь. Еще одни позиции наших ребят. Там чуть правее готовится вообще блиндаж. С правой стороны это времянка. Здесь живут пацаны. Здесь тоже видите, такое укрепление живут пацаны. Здесь у них идет свой быт, в котором они приготовлением пищи занимаются тоже. Видите, нету никакого навеса. Причем, к сожалению, мужики не плачут. Все отлично, работают потихонечку, укрепляя полосу. Все так выглядит и позиция в данный момент времени. И можете посмотреть. Ох, опять выстрел. Тут спят матрасы, сделаны 40 см, просто на берегу. Сделано укрепление. также еще одна такая же временочка. Можете увидеть здесь ребята также сколько, до 5 человек, я так вижу, тоже сантиметров 50 живут в этом месте, прячутся от дождя, что еще один. Это на нас выстрел. Яма под костер, два места, опять видите, отдельно мусорка, чтобы все было чисто, отдельно собирают все, черный пакет, образуют ребята уже блиндаш, чтобы в полный рост здесь и расположиться, чтобы не в тех сантиметровых, а здесь опять выстрел, жжет просто. Сейчас хочу показать, вот так вот видите, это землянка, блиндаш, здесь ребята уже здесь разместили свои вещи, и вот здесь будут у них спальные передаю привет городу Анапе, своим родным и близким и друзьям. Нормально, держимся, все хорошо. Отдача. Сейчас происходит выдача. Это твоя, от кого тебе там? Это другого Романа. Я понял, это от кого тебе пришло? Это от жены. Прям в ручки доставили, жене что надо сказать? Привет. Привет. Я ее люблю. Отдача. Еще одна видите, имена тоже сейчас ребятам выдают то, что привезли. Разгрузка. Вот это конкретно помощь, которая отходила от нашего общества. Время помогать людям, как раз таки. сейчас будем тоже ребятам передавать, частично разделяются именно что куда. Вот это видите, ребята, как раз таки печка с возможностью приготовления еды, такая небольшая, подойдет для небольших укреплений. Это бывшие баннеры, допустим, они могут использоваться непосредственно для того, чтобы укрыться от дождя, для навесов. Так что если вдруг ребята у вас есть какие-то рекламные ненужные вещи, вы их можете тоже передать нашим ребятам. Видите, вот такие вот есть маленькие печки, тоже для маленьких блендажей, укреплений, получат рвоздики. Лопаты. Да, ребят, доехал оператор. Помогите. Кто тебе передал? Может вас служба. Водолазы. Почти разгрузили передачу. Вот это от ЖК Красная площадь коробочки. Это вот время помогать людям. Внутри теплые носки, трусы, сладости, чай, теплые шапки, флис, балаклавы. Все по заказу, что ребята заказывали. Тут у нас еще много коробок. На самом деле это вот просто мы вытаскиваем. ЦАНГ помог тоже, Центр Рамянской Центр Культуры. Фирма Право, Наталья Николаевна, Пагмут, привет. Много организаций, все объединяются, чтобы помогать нашим ребятам. Тот инструмент, частично тут еще остался, то, что мы закупили по списку, гвозди и все остальное. И вот вам, пожалуйста, то, о чем я говорил, сейчас Амазасп, здесь лежит коробочка, сейчас пачку выдаем. Отдельное спасибо Аиту, Анапскому индустриальному техникуму, Евгению Юрьевне Фономареву, передали четыре печки. Вот у нас герой Анапского индустриального технику, который лично за рулем девятнадцать часов подряд вот ехали, чтобы довести ребятам эту помощь. Как твои ощущения вообще, то, что ты видишь? Все хорошо, прошли, все доставили. Рад был уйдеть отца? Конечно, очень. Это самое главное, то, что ты ехал. Дети, да, вот, поддерживают родителей и на фронт сами доставляют поддержку. Красавчик. Айте, привет, передай, скажем. Всем привет. Нашему индустриальному технику огромное спасибо за помощь и поддержку тоже наших солдат. И вот такое воспитание наших ребят, это очень важно, чтобы они были настоящими патриотами своей родины. Когда ты слышишь, что тебя тут первым видят, это просто фантастически. А когда не узнают, что к ним приехал депутат из города Анапа. Депутат совета Амазаспыриян, город Анапа. Призываю остальных депутатов присоединяться, поддерживать наших ребят, отправлять на фронт. Многие, конечно, поддерживают тоже и отправляют. Но, когда ты слышишь от ребят, что к ним ничего не доезжает, надо делать больше. Ну, вот, лично будем стараться доставлять сюда на перед угодом. Спасибо всем за помощь, ребят. Объединяйтесь, обращайтесь к Амазаспу, он вам все расскажет, подскажет, как вы можете помочь, как можете поучаствовать. Это нереально важно. Всем моим, кто скидывал денег, вы увидите результат, куда мы приехали. И дай бог, чтобы какой-то ваш рубль мог помочь сохранить жизни наших ребят. Это тоже нереально важно. Скажи, пожалуйста, что еще необходимо вам здесь на передовой, на первой линии, вот тут так близко? Здесь на передовой мы находимся очень далеко от деревень, от всего остального, охраняя побережье этой реки. Нам самая большая необходимость здесь нужна вот такая машина, чтобы мы могли вазик, чтобы это был проходимый внедорожник. Для чего он нужен? Он нам нужен для того, что здесь мы находимся минимум 8 километров от населенных пунктов, там, где мы можем поехать взять воды, хлеба, сигаретку пить, что-то привезти, если кто-то больной отвезти. А сейчас, тем более, погода испортилась. Да, то, что мы здесь как бы... Перегрегаться невозможно, мы сами еле доехали, вот если бы не такая техника. Мы здесь отрезаны как бы от всего этого, пешком идти, это очень далеко, мы нуждаемся в такой технике. и еще генераторы хотя бы дизельные генераторы. Дизельные генераторы, потому что здесь мы бензином разжиться не можем. Тепловизор это очень обязательно, потому что здесь, сами понимаете, освещения ничего нету. Входимся в полной темноте, ночью мы только за счет этого как бы можем что-то видеть, и все. Тенты, укрытие, рак. Укрывать, да, это все тоже, конечно, надо. Рации обязательно, да, их очень не хватает. У нас их как бы очень мало. Больше рации, тем больше связи с личным составом. Что ребята здесь с Анапского района, то есть это наши мужики, которые выполняют свой долг на передовой сейчас. И если есть возможность, помогайте, будем собирать. да, обращайтесь, вот время помогать людям, Юра Азаровский, Алла Помкина, Капельки Добра, ЖК Красная площадь, Занк, вот мы все стараемся объединиться, чтобы больше сюда подставлять поддержки нашим ребятам, поэтому обращайтесь, мы в соцсетях, у нас есть гуманитарный пункт, и сейчас мы откроем в Анапе на Красной площади, на стоянке гуманитарный пункт у нас по странице Гастагаевской на улице Новороссийской 100 есть, поэтому можете не только деньгами, а непосредственно купить и сами привезти, а мы для наших ребят уже передадим. Может быть у вас дома стоит такая машина, она вам не нужна, допустим, просто ее приведем в порядок и пригоним сюда ребятам на передовую. или же хотя бы чисто символические деньги мы готовы приобрести для наших ребят, чтобы поддержать их в эту трудную минуту. Здесь мы находимся в очень трудных условиях, которые, как бы, нам вот слышите выстрелы сейчас буквально с того берега стреляют на этот здесь мы как бы разжиться мало чем можем, потому что мы очень далеко находимся от населенных пунктов и от всего здесь нужна техника, чтобы добраться. Я думаю, что такую технику купить в Анапском районе рублей по 50 каждому скинутся и... Это смешно. Вот стоимость этой машины была 200, плюс полтинник вложили в ремонт и пускай там рублей 10 ее сюда перегнать. То есть вот 260 рублей она больше. Это самое необходимое, что здесь нам надо. Все мы учтем, мы обязательно соберем его и доставим вам такую технику. Потому что здесь если какой-то больной, ранены, еще что-то как бы у нас техники нету все. Мы здесь отрезаны от мира абсолютно. Находимся здесь. Спасибо вам за все, что вы делаете. От души пацаны. Здравствуйте всем, спасибо тем, кто о нас заботится. Спасибо. Вот это нам все передали водолазы с морспослужбе, спасибо морспослужбе те, кто скинулся нам на все это. Потому что мы здесь очень в этом во всем нуждаемся. У нас здесь очень сложная ситуация. Благодарим товарища депутата, что смог нам все это доставить. То, что обеспечил к нам проезд. Спасибо всем, кто нас любит и ждет, кто заботится о нас. Мы все на вас надеемся и очень всех благодарим. Если нам будут помогать, победа за нами будет. Это абсолютно правильно. Спасибо мужики за вашу работу от души. Газас передает печку. как раз тот блинтаж, который показывал, строится у них. Мы идем сейчас. Ребята видим, что разносят все по позициям. Мы взяли еду и, как мы говорили, будут шашлыки. Хочется немножко нашего южного тепла и колорита передать непосредственно ребятам сюда на позиции. Это все до мурашек. когда общаешься с людьми, когда тебя не просят космический корабль. Буханка. Цена вопроса в этой буханке вышла 260 тысяч рублей. Мы уже с вами собрали почти 90 ребят потратили. Можно предложить всем нашим ребятам, кто в Анапе занимается, моим подписчикам занимается, поддержать ребят и попробовать до них достать жизненно необходимую машину, а мы ее уже сюда доставим, чтобы у ребят была возможность. Они говорят, там не надо электричества, не надо генератора, то есть ничего не надо, вот надо только машина, чтобы мы могли, если вдруг кого-то за 300 ранит, взять и быстро отвезти, чтобы была оказана помощь. То есть вот такие вот переживания. Мы проходим с вами, здесь везде повсеместно оборудуются позиции, то есть ребята как раз-таки делают, чтобы защищать эту территорию. Так у нас ребята готовят картошечку на всех, потихонечку мясо наше пережариваем. Буквально в 20 метрах находится Днепр, немножко зашли в лесопосадку, чтобы нас не было видно, и здесь уже назад с ребятами жарят шашлычок. Это была прям такая мечта, как это называется, армянин жарит. сегодня будет песня, песня. Шашлык у Днепра. Это просто такой теплый привет из Анапы наших ребят, солдат. Мужики, спасибо большое. Повезли мяско пожарить. Я думаю, не каждый день на Днепре шашлык жарят. особенно в нынешних условиях, это просто фантастически, что у нас получилось вот так сделать, и хотим поблагодарить каждого человека, который косвенно или напрямую принимал в этом участие. Вы представляете, сколько радости ребятам? Я искренне жалею, что не могу показать их лица, они сами не против, но это все балаклавы делаются для того, чтобы их не находили в соцсетях и не терроризировали их близких. А так, ребят, здесь очень много, то есть прям очень много мужиков в этой лесополосе, и все просто душевные, классные, прекрасные. Спасибо им и каждому, и вам каждому, кто старается и помогает нашим ребятам. И представляете, вот вы слышите то, что они берут первых гражданских, которые к ним на передок искать приехали, чтобы их поддержать, и радость в ихних глазах. Посмотрите, просто это идиллия. Мирного неба, ребят, всем просто от души. Вот, попробуй. Маринаги вкусненький. Это, курочку пожарили. У нас получается 8 килограмм куриного шашлыка и 12 килограмм мы свиной шеи взяли. Хотя бы, чтобы каждому по кусочку. Таковы, что штык ножом я первый раз чищу картошку и режу что-то. Парни говорят, что женщин они здесь давно не видели. Если быть точным, то они никогда здесь не видели. Вот. Если интересно мое мнение, то идея побывать здесь с одной стороны очень дебилячая, потому что страшно сильно. Мы сегодня первый раз ночевали в подвале, слышали взрывы. Ну, мало приятного в этом, если честно. Но я считаю, что это сделать нужно, потому что если у вас не будет доверия к тому, что нам необходимо им помогать, у нас не будет возможности показать, что помощь доезжает, то ребятам будет гораздо сложнее. Ребятки, как пчелки тут все вместе готовят. Ворщичок. Где сало наши? Казаки передали баллон сало. Слушай, ну, нереально баллон сало. Это было круто. Потому что на такую бригаду здесь, смотрите, чайничек на газу, ребята, на газу. Вы просто не представляете, насколько это место оторвано вообще от цивилизации. Мы находимся хрен знает где. Вот просто это очень сюда даже добраться можно как раз-таки только в недорожниках, которые сюда приезжают. Мы в тебя верим, настоящий армянин должен пожарить хороший шашлык. Будет цава донем. Здесь система совсем не такая как вообще планируют военкоматы. Ты приезжаешь, я говорю, я за все это время, за два месяца у меня уже сменилось пять должностей. Приезжаешь, тебе сказали, ты будешь тем. Приехал на другое место, ты уже другой человек. Опять же, субординация, все субординация. Люди мобилизованные, молодые есть, вот как он, да, там, 21 год. Что он знает? Ничего. Мне 47 лет, я мог бы вообще сюда не ехать. Меня в Молькино вызвали и говорят, иди домой. Я говорю, я без ребят уже не поеду. Поэтому я со своими ребятами уже буду до конца. Аплодирую, конечно, если получится. У меня шесть человек еще есть в другом подразделении, чтобы их сюда перетащить. То есть, весь горячий ключ у нас как изначально был, 23 человека взводом, так и был. Вот только сейчас раскидали всех. Это тоже неправильно. То есть, как у нас в Анапске гибридоносы? конечно. Если мы уже пошли все вместе, значит, вот пошли все вместе. У нас уже все слажено, все договорено. То есть, мы уже друг друга знаем. Сюда нас привезли, понимаешь? Я его не знаю, я его не знаю, я не знаю, что он за человек, понимаешь? И сейчас вот все начинает уже, ну, буквально неделю здесь начинаем узнавать, кто из себя что представляет. неделю как-то на слаживе в пустую. Там мы уже сладились, мы уже знали, кто есть, кто. Здесь, допустим, я вчера, мы начинали с Монкина, с Монкина поехали в Карачаево, с Карачаево в Будёнев, с Будёневска сюда, ну, на буду населенный пункт, там уже дальше называть нах. Скажи, кем сейчас играешься вообще и кем было по военнику дошло, что было интересно. Ну, по военнику я вообще стрелок. По гражданской специальности я работаю вообще шеф-поваром. Сейчас, на данный момент, замком взведа. Вот как бывший шеф-повар, у меня есть для тебя прям один вопрос. Ну, не понимаешь, я еще действующий, по гражданке я еще действующий. Дай бог. Со мной только приостровании договор. Есть ребята, которые попросили вот эту хрень прокомментировать. Откроем? Я даже открывать не буду. Расскажи, тогда что. Рассказать полная хрень. Ну, что это такое вообще? Ну, у нас окон, все-всокое, ребята тоже знают, что это, блин, мы его не ладим даже. Почему? Одни кости. То есть, получается, вот, вот по ГОСТу... Ну, полная шляпа. Прописано. Вот этот производитель, просто я по ГОСТу ошалел, когда услышал, отзывы ребят, что, ну, от него выворачивают, просто, продуктам. Можно открыть просто. А что вы едите? Ну, тушенка, каша. Варим супчики себе. Так же вчера гуся подстрелили, блин. Сварили супчик с гусями. Там можно. Попав в лесополосу, где-то там в Близи, в окопах, жалуются, что, ну, не в тех условиях, как мы ожидали. То есть, мы сейчас поехали, у вас вообще ни хрена нету будет. Даже, как, доехать можно. Вот это вот, вот это вот кости, вот эти вот, понимаешь? Кончик. Ну, это все, это шляпа полная, блядь. Запах отвратный и на вкус. Не очень, обращение, так сказать, к Минобороне вот по поводу именно вот этого. Это единственное, что пожаловались вообще солдаты, потому что им поставляют это. Да это все, короче. Да нет, все, это куда-то я рядом какие-то отходы, блядь, все. Вот как депутат, прояви, как говорится, инициативу, попробовали. Слушай, ну я не застраховался, не ухожешь? Да ладно тебе. Пацаны, пацаны просто сказали, что после него две недели очищается желудок, не только, и кишечник. Поэтому у меня все нормально с желудком и кишечником, не готов сейчас. Честно. Хорошо. Вот смотри, очень много вот как раз-таки заходит таких разговоров, что люди, попадая в экстремальные условия, начинают там вот жаловаться домой, с женом, что тут как бы все плохо. как вообще? Вот я смотрю, просто у вас быт уже более-менее налажен. Ну, знаешь, я тебе про таких ребят скажу, которые хотят, вернее, себя выставить, что они уже такие на передке стоят. Есть у нас такие люди, которые пишут женам, что у них все хреново, сидят в хате, живут в хате, а кричат, что они в окопах на передовой. Понимаешь? здесь у нас, я говорю, у нас такого нет. У нас как есть, так и есть. Я понимаю, что вы не хотите, нужна какая-то помощь, и я понимаю, что мы сейчас привезли машину. Я тебе скажу так, когда мы привезли вещи беженцам, просто они ни в каких условиях, тут у них есть место, где жить, там люди друг друга толкали, разрывали там эти вещи, там пытались... Сейчас я смотрю, что мы приехали, ребята пришли, вот это надо им, это надо тем, а вот это все лишнее, это нам не надо, забирайте, езжайте дальше. Вот я увидел, то есть только потребности, погасили свои, а не так сказать, на будущее что-то. Что вы больше не уедете, да, сейчас знаете, как это все будет выглядеть? Вы сейчас уедете, я сделаю просто по-другому, я дам команду, и это все распределится равномерно. Даже если кто-то себе больше взял, меньше взял, у нас такого нету, малой, скажи. То есть сейчас вот вы увидите, я сейчас посмотрю, где что, сколько привезли. Я раскидаю вот у нас, сколько, 5 хат, да, грубо говоря. По пяти точкам я это все раскидаю. Достойно уважения, часто поэтому вы являетесь руководителем, так сказать. Спасибо вам за вашу работу. Поэтому я говорю, изначально я уже сразу стал пресекать, мое, твое, это нафиг. Старый. Старый. Если будет возможность, кинете нам сюда на шестерый. Бери. Чтобы там работать. Давай, давай, давай. Я тогда все и выкину. Там еще жарится мясо. У нас вот еще жарится. Да, еще будем жарить. Давай, Серега, бери, бери. Возьми, горчики, помидорчики. Чтобы выход градов, прям залпы, аж все задорожало. Жуть. Ну, прихода не услышим, потому что они бьют туда дальше. Слушайте, нам по телевизору, там где-то выстрел был, там где-то выстрел был. Тут обстрелы идут постоянно, дорогие друзья. Я вам сейчас быстро вот так покажу. То есть, ребята пришли, сейчас жарим дальше. Мясо угощаем всех. Многие подходят там, это все в делах, то есть не до еды, потому что надо подготавливать позиции. С утра не ел там, а сейчас, Ирина, уже час дня. Наша тушенка, которая идет чисто для армии, продается в магазине, в новой каховке. Обидно? Не дай. Как есть? На прилавке стоит. Хотя должна быть чисто для вас. Вот, вот, вот эта жетка. Вот. Вот говядина. Вот. Поддержим наших. Вот такая тушенка стоит на прилавке магазина. Это говядина. Это нормально. Это тоже вам, которая приходит? Выдают, да. Да, Бабай. Продают или... Выдают. Выдают, выдают. Сейчас попробуем. Вот я только что попробовал паштет. Паштет мне понравился. Покажи, пожалуйста, какой. Вот паштет печеночный. У нас вот тестируем на депутате, как обычно. Отдобрено. От паштета он не отказался. На самом деле, выдают хорошую еду. Единственное замечание, курицы. Вот этот, который показывали. Да, вот с ним надо что-то делать. А остальное, вот, паштет, тушенка. Отлично вообще. Тоже пробую паштет. С армейским хлебом. Очень вкусно. Сейчас мы продегустируем тоже с вами тушеночком. Советую это разогреть. Пусть и так даже на вкус очень-очень. Юр, можешь курочки? Курочка. У меня настолько вот на курочку... Попробуй, попробуй. Да нет. Ну что, ты попробуй просто продегустируй. Скажи, какой вкус. Нет. Что напоминает? А сестерина? Я же не депутат. Как можно на мне дегустировать такие вещи? Даже Азаровский отказался от мяса. Слушай, бомба. Есть, да? Сэм, покажи. Видно мясо. Очень вкусно. Кстати, тебе как? Паштет вкусный. Тушенку будешь пробовать? Нет. Смотри, какое мясо. Ну, давай попробуем. Теперь, теперь. Ау. В короне надо это... Отставить. Я в корону шефу возьму. Нет, вкусно. Вкусно. Ну, просто сейчас путь-дорогу собираемся уже. С ребятами, если мясо не успеем дожарить, попробовать. Но они это сделают и без нас. Наша задача исполнена. Мы приехали и приготовили шашлычка. На берегу Днепра. На берегу Днепра пожарить шашлык для наших ребят. Это вот у нас просто вот так вот родилась идея. Амазас говорит, да, делаем. Пошел, говорит, надо больше мяса, чтобы всем хватило. И мы надеемся, что каждому, кто здесь находится, хватит частички. Вот его тепла, сердца прям. От души. От души. Вот честно, здесь безумно страшно. Но так тяжело вот прощаться и уезжать. Да, вот души прям. Кажется, вот знаешь, хочется остаться с ребятами в подъездке. Нелегкая мужская работа. Вот по-другому не сказать. Мазас пошел ребят поблагодарить лично. У них сейчас. Да? Ну, по полночи на ней. А, то есть на берег смотрите, да? Ну, корректируем. Я не буду показывать позицию. Не надо разговаривать. Там, которые контрабасы стоят. У которых больше всего вещей. То есть мы с ними связываемся. Если бы, да, что, не мог подойти сюда, блядь, ему все. Они уже отрабатывают. И им, что марта работает. Я сейчас по-моему, Сереге целу расскажу. Что приоритет это не надо. А вот куда они сейчас стреляли? Куда вот эти? Да, да. Ну, либо Каиры, либо Каховка. А кто мне дал симки там что-то передать? По дороге, где мы влезем. Ну, и сейчас Каховка. Что такое? А какое это оружие? Вот что это добит? Миномет. Миномет. Не, ну а размер? Миномет. Размер? Миномет что там? 120-й, да? 120-й примерно. Хочешь вот так? Ну, да. Вот так. Ну, покажи еще раз. Вот так. Какой-нибудь осколочно-фугасный. Просто без остановок. Там до перекопа могут... Артиллерия, зенитки, работа доехать домой. Офигеть. Ну, это уже привычно. Ну, я это понимаю. То есть, но вот сейчас вот мы слышали взрывы, там почти прилеты, то есть и все. Но вопрос заключается в том, что когда вот сейчас стреляют, прям волна до сюда доходит. То есть, это совсем рядом с нами что-то происходит. Ну, чтоб ты понимал, вот здесь Каиры, а здесь Каховка. Что ты делаешь? Ничего у тебя номер. Ну, я понял. С той стороны Каиры хуярил. С той стороны Каховка. Все, ребятки, мы уезжаем. Кананаду просто, ребята, уезжаем. Жутко стреляют, страшно. Ну, такая работа у ребят. Вот такая движуха, ребята. Вот он, Днепр. Видим по самой ленточке. Уже все в сторону дома. Теперь главное выйти из-под обстрела, чтобы нас не накрыло. И тогда будет все хорошо. Радует, что сделали доброе дело. Помогли нашим ребятам. Наверное, сейчас это самое главное, что может быть. По полям, по лесам. Синий трактор едет к нам. Прям надежда, что доедем. Потому что он в таких локтинках очень грязно, очень сыро. Вот, видите, как самое низкое место. Все разбито техникой. И вот тут вот просто направление. Право можно утонуть. Здесь как-то надо попасть в колею. Кто-то едет по полю. Просто жить. Чтобы передать ощущения, с которыми мы здесь проходим. Эту территорию. Посмотрите, ребята. Здесь вообще даже просто как направление. Все. Назвать эту дорогу не позволяет даже мой разум. Куча грязи перемешанная. И валеная. Уже просто где-то минут 35 катим по этой дороге. И до асфальта нам еще очень дали про.